В прямом эфире на своем ТВ новости в студии Герман Кудеяров. Здравствуйте! Вот коротко о том, что вас ждет в главном выпуске дня. Губернатор Ставрополья с рабочей поездкой посетил Пятигорск. Как меняется город? Что делать, если часики тикают и лето медленно говорит нам всем пока? Советы на деле применила Виктория Шкальная. Я знаю, что вы мошенники. Я не буду с вами продолжать разговор. Вот таким должен быть ответ, когда вы слышите по телефону просьбу перевести куда-то деньги. Но почему не все люди следуют этим простым правилам? Репортаж Екатерины Сегеда. Мы начинаем. Губернатор Ставрополья с рабочей поездкой посетил Пятигорск. Глава региона проверил ход капремонта старейшей школы города-курорта. Какие поручения дал Владимир Владимиров, знает Кристина Бородюк. Школа номер два, старейшая в Пятигорске. Сейчас образовательное учреждение капитально ремонтирует по программе модернизация школьных систем образования. Укрепили фундамент и несущие стены. Завершили устройство кровли и чердачных перекрытий. Установили межкомнатные перегородки на первом этаже. Губернатор Владимир Владимиров поручил провести благоустройство школьного двора. Работу планируют закончить до первого ноября. А это муниципальное предприятие спецавтохозяйства в Пятигорске. Здесь губернатор Владимир Владимиров принял участие в церемонии вручения дорожно-коммунальной техники, предназначенной для обслуживания улиц города-курорта. Всего работникам коммунальных служб вручили ключи от 12 машин. Это тракторы, погрузчики, комбинированные дорожные машины, мультилифт для погрузки мусора и подметательные машины. Наверное, мы там все сразу отремонтировать не можем, все сделать красиво не можем, но чистота и порядок должны быть. И, конечно же, техника для обеспечения чистоты и порядка для наших городов-курортов. Мы ездили, помните, осенью прошлого года в Белоруссию. Очень большие компетенции мирового класса в машиностроении, именно в дорожной технике, в технике для жилищно-коммунального хозяйства, даже в лесоуборочной технике. Сейчас мы в больших переговорах о том, что мы гарантируем определенный закуп техники, а он нам гарантирует строительство такого завода на территории Ставропольского края. Итоговым пунктом рабочей поездки губернатора стал мост через реку Подкумок. Реконструкцию объекта планируют завершить к концу года. Кристина Бородюк и Иван Датсунов. Ставропольское телевидение. Мы идем далее. Как часто вам звонят неизвестные с просьбой перевести деньги? Вы наверняка слышали о таких мошенниках, как минимум у нас в новостях. И статистика перевода в денег злоумышленникам неутешительная. Почему важно не терять критическое мышление и как не стать жертвой? Екатерина Сегеда провела социальный эксперимент. Вы знаете, мне сообщили, что ваши деньги в опасности. Можете мне их все отдать? У меня есть безопасный карман. Нет, спасибо. У меня свой безопасный карман есть. Нет, конечно. Почему? Потому что это развод и целесообразность, голова на плечах. Без проблем, только их нет. Я не думаю, что они в опасности, мои деньги. Не отдадите мне? Нет, конечно. Не отдам. А почему? Не хочу. Ну а что их отдавать-то свое? Должно у себя храниться. Сейчас разбежала и шнурки поглажу. Как видите, наш социальный эксперимент провалился. Любой здравомыслящий человек, услышав такую просьбу на улице, сразу прекратит разговор и отправится по своим делам дальше. Но вот парадокс, аналогичная схема, только по телефону почему-то срабатывает во многих случаях. Сегодня буквально из каждого утюга нам твердят о телефонных мошенниках. Тем не менее, люди продолжают слепо верить голосу в телефонной трубке. Каждую неделю только жители Ставрополья переводят злоумышленникам десятки миллионов рублей. Мошенники придумывают различные схемы обмана. На одну из таких попалась Елена. По понятным причинам лицо девушки мы скрыли. Имя тоже изменили. Я узнала про так называемый инвестиционный клуб в марте 2023 года именно от подруги. Наблюдала за ней, слушала ее истории, ее восторг от наставника инвестиционного клуба. И уже захотела попробовать также получать пассивный доход, прибыль с инвестиций, как нам обещали, от низкорисковых, эффективных, надежных проектов. И вошла в проект в ноябре 2023 года. На протяжении нескольких месяцев у Елены не возникало ни грамма сомнений. Проект существует несколько лет. Опытные наставники, вебинары, конференции в соцсетях, сотни участников. Только вот звонили девушки всегда со скрытых номеров. Да и лица наставники никогда не показывали. Все было основано на доверии. В большей степени женщины, которые хотели поправить финансовое положение, обеспечить достойное будущее своим детям, потому что есть и разведенные, есть и вдовы. В большей степени цепляли на те крючки и на те слабости, которые были у женщин. То есть кто-то одинокий, кто-то хотел наладить отношения. То есть выстраивалась такая схема, чтобы женщина была в какой-то степени влюблена. В частности, на что попалась я, хотела накопить на образование детей, помочь маме, но не болеет. Девушек обещали обучить финграмотности, инвестированию и красочно описывали безбедное будущее. Поначалу у участниц даже действительно был небольшой заработок. Они могли выводить деньги со счета, что окончательно стерло любые подозрения. Нам предложили взять заемные средства, то есть попросту кредиты с обещанием, что эти кредиты будут закрыты в самое ближайшее время, благодаря прибыли дивидендам с инвестицией. Однако этого не произошло. Сначала прибыли едва хватало на погашение процентов. Затем она становилась все меньше, а в один прекрасный день Елена и вовсе не смогла зайти на платформу. Аккаунты наставников исчезли. У многих наставников, кураторов номера были скрыты. Только потом мы обнаружили уже, что есть номера, но они не зарегистрированы на территории России. Также мы увидели, что они продолжают свою работу, только уже на других площадках, создали другие сайты, платформы и продолжают привлекать новых людей. Вместе с Еленой от рук мошенников пострадали еще порядка 300 участниц той самой платформы из разных регионов России. Ущерб для остальных участников исчисляется сотнями миллионов. В частности, я сама потеряла в результате участия в данном проекте 3 миллиона 800 тысяч. В любом случае, есть интуиция, но иногда она нас обманывает, и нам кажется, что мы никогда не попадемся на уловки. То есть, да, это может случиться с кем-то, но не со мной. Тем более, большинство женщин, которые попались в данной ситуации, имеют не одно высшее образование. То есть, занимают хорошие должности, есть и предприниматели, и юристы, и психологи. Однако, это не уберегло. Сейчас поиском этих мошенников занимаются полицейские. К слову, только в Ставрополе с начала этого года зарегистрировано более 1600 подобных преступлений. Мошенничество в целом раскрываемое, но в зависимости от степени подготовки и проработки данного рода преступлений повышается сложность сбора информации, необходимой для раскрытия преступлений подобного рода. Зачастую потерпевшие сами не в силах в полном объеме предоставить необходимую информацию о средствах совершения преступления. Технически предотвратить подобные преступления нельзя. Единственный способ не стать жертвой мошенников – это бдительность. Советуйтесь с близкими, не забывайте о критическом мышлении и помните – легких денег не бывает. Надеются, что каждый мошенник ответит по заслугам. Екатерина Сегеда и Александр Колодко. Ставропольское телевидение. Осень близко, а вместе с ней апатия и грусть по упущенному лету. Как за последние теплые деньки наверстать все эмоции. Виктория Шкальная на примере нашего героя все узнала. Знакомьтесь, это Боря. И Боря пропустил лето. Вспоминаем все шутки из социальных сетей. Да-да, это про него. Выходные потрачены на фильмы, сериалы и, ну, вы понимаете. На дворе уже даже не нацатое августа, и поэтому нужно срочно что-то предпринять. Вместе с Борей соберем для вас несколько советов. Что же все-таки делать, если часики тикают? Порефлексируем и заглянем в глаза нашему страху. И для этого отправимся к специалисту. Лето выпадает очень часто на период отпусков у очень многих людей. Это новые встречи, новые поездки, новые впечатления. Опять-таки, да, человек об этом думает. Но почему бы не подумать о том, что это можно делать и осенью? Ведь осень тоже очень прекрасное время года. Это рекомендации психологов многих у себя формировать позитивное мышление. Что это значит? Радоваться каждому дню, радоваться своей жизни. Не хотите пока пускать осень в свою жизнь? Попробуем успеть запрыгнуть в последний вагон. С чем у нас ассоциируется лето? Ну, конечно, с водой. Выберитесь с друзьями на природу. Позагорайте или поплавайте в пруду. Благо, погода пока позволяет. Летнее настроение поет хвалебную оду и прохладительным напитком. Порадуйте себя лимонадом или холодным кофе. А пока узнаем, как ставропольцы прощаются с летом. Путешествовали в горы ездили, на море ездили. Осенью еще поедем. Сейчас лето заканчивается, но ощущения такого нет. Мы его продлеваем себе. Я приехала очень издалека, с Алтайского края. Специально, чтобы здесь отдохнуть? Да, и чтобы искупаться здесь. И вот уже не первый раз мы здесь купаемся. Очень нравится, очень культурно все. Ну да, немножко грустно, но было весело этим летом. Я уже жду одноклассников, когда я их уже увижу. Скучаю по ним немножечко. Иногда прихожу сюда плавать. Это редкое исключение было, что немножко в баскетбол играли. К слову о баскетболе. Активности на свежем воздухе тоже поднимут настроение. Волейбол или футбол? Игры «Не ваш конек»? Пассивный досуг тоже никто не отменял. Пикник, фотосессии или чтение любимой книги «В тени деревьев»? То, что доктор прописал. А что, к слову, скажет доктор? Организм нужно поддерживать круглогодично. Но учитывая, что мы сейчас в преддверии осени, конечно, нужно какие-то меры принимать. Заблуждение, что нужно усилия направлять на прием витаминов. Прежде чем начать прием витаминов, нужно все-таки посетить врача. Из самых популярных позиций – это, как я уже говорила, аскорбиновая кислота. Это витамин D, терапевтическая дозировка от 2 до 5 тысяч единиц. И это прием витаминов группы В. Пока есть возможность, пополним организм необходимыми витаминами из сезонных фруктов и ягод. Арбузы, дыни, вишня, черника, малина и многое другое. За такой витаминный коктейль организм в осенний период точно скажет вам спасибо. Борь, что ты понял после сегодняшнего дня? Из сегодняшнего дня я понял, что осень уже на подходе. И остаток своего лета я собираюсь посвятить тренировкам, изучению новой литературы, новых наук и, конечно же, встрече с друзьями. А готовы законсервировать это лето Виктория Шкальная, Борис Куртвиле, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. А еще больше новостей есть на нашем сайте stv24.tv и в социальных сетях. Заглядывайте, читайте и подписывайтесь. Пишите нам также в мессенджеры, ватсапы и телеграм по номеру 8 928 350 80 70. Далее прогноз погоды с Алексеем Форстиковым, а я с вами прощаюсь. В прямом эфире были новости на своем. Меня зовут Герман Кудеяров. Увидимся. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на среду 21 августа. Идет третья неделя августа, а на Ставрополе жарко, как будто на это начало июля. Вот просто послушайте. Центральные территории края. Малооблачно, без осадков и жарко. Ставрополь и Минводы плюс 34, Неминамыск плюс 34 и только в Изобильном плюс 33. И ветер 4-5 метров в секунду. Световый день 13 часов 48 минут. Ультрафиолет высокий. На Кавминводах так же жарко и так же без осадков. Кисловодск, Железноводск плюс 31, Весентуки плюс 32. И в Пятигорске, как мы уже привыкли, это самый жаркий курорт этого лета. И там плюс 33. На курортах ветер от 3 метров в секунду в Кисловодске до 5 в Весентуках. Восток и север края. Ветер 6 метров в секунду. И жарко, вот прямо очень жарко. Малооблачно и плюс 35 в Ипатово и Дивном. А на востоке региона в Нефтекумске плюс 36 и Ясное Небо. Малооблачно и плюс 33 в Буденновске. На сегодня о жаре все. Увидимся.